Вышел из дома и поплыл по своим делам. На улицу 20-го портсъезда весна буквально нахлынула. Затоплены дома и гаражи. Крошечный ручей студёный. Студёной водой залил всю улицу. В восьмом часу так пошла. Вот этими. Она обычно, когда паводок у нас идёт, потихоньку. Мы приготовимся, там что вынем. А эта шла валом. Во дворе свален ни на что уже негодный линолеум. Третий день жители Ниженки пытаются просушить свои дома. Но пока им это не удаётся. Вода лилась в дома без малого сутки. Поднимаясь всё выше по улице. У этих соседей уже вода в доме была. У меня пока не было. А пока я прошла туда-сюда, подошла, гляжу, у меня уже не пройти. Полтора десятка лет не было такого потопа на Липецкой Ниженке. Люди вызвали спасателей. Они и поставили диагноз. Ручей разлился так внезапно, потому что не мог уйти в реку. Место это забросали мусором. Пока прочищали затор, воду из домов откачивали машинами. 20 машин. А чего? Каману. 25. 25. Ну, всё равно прибивает вода. Везде, где была вода, сегодня лёд. Люди с трудом приходят в себя. Они уверены, в стихийном бедствии виноваты власти. Пустые надо было все отпиливать, очищать. Даже никто не полезет, правда? Тут утонуть можно. От потопа серьёзно пострадали пять домов. В одном из них, восьмимесячного малыша, сегодня госпитализировали с диагнозом бронхит. Люди теперь внимательно наблюдают за уровнем воды. Сейчас студёны, ручей как ручей, но жители боятся это лишь до новой оттепели. Майя Евглевская, Олег Писарев, ТВК Новости.